Привет, с вами Андрей, у нас Шаттер Пиксель Данна, прохождение Берсерка. Мы остановились на том, в прошлой серии, чтобы мы подошли, собственно, к боссу. Вот, у нас в данный момент такое снаряжение, рунный клинок, амфибия, кольчуга, засохшая роза плюс 7 и ботинки природы на Скорополохе. Также у нас хаотичная курильщица присутствует. Вот, вот такие вот склянки, свиточки, собственно, так называемые семена, рунные камни и дротики. У нас палочки две ударные, как взрывные волны и электричество, одна, так называемая, вспомогательная порча. Отравленный дротик, собственно, в квикслоте у нас стоит вода, бурдюк у нас полный. Мы не купили к себе, кстати говоря, анг, нужно будет его сходить купить обязательно. Вот это, конечно, косяк. Ну что, берем у... Кузнеца, собственно, руду. Смотрим, чтобы у нас было плюс одно место, как минимум. У нас как раз одно место есть. Давайте идем. Я рекомендую, когда вы проходите текущую локацию, использовать карту. Для чего? Потому что вам самим будет проще. У нас геомант, судя по всему. Поэтому будем двигаться. Просто когда вы с карты, вам просто элементарно проще. Это головокружение. Для нас оно, в принципе, не актуально, поэтому мы можем проигнорировать ее. Геомант тяжелый. Я когда с ним дрался, в самый первый раз мне было очень тяжело. Вот обратите внимание, сапер проснулся, но почему-то к нам не ползет. Видимо, чего-то ждет. Непонятно чего. Кирка копает автоматически. Вам нужно просто, как говорится, присутствовать рядом. О, они все проснулись. Они все проснулись. Нам нужно убить вот это вот чудо. Потому что он, вот этот сапер, защищает своих копьеносцев от урона. Из-за этого они будут меньше урона получать. Как-то нету. Так же у них дистанция плюс один. Ну, расстояние, которое они достают. То есть они, грубо говоря, бьют копьем. Из-за этого с ними тяжелее драться. Ну, значит, дальше будет найти геоманта обязательно. Это тьма. В принципе, тьма для нас не страшна. Можно спокойно по ней ходить. Давайте возьмем рацион пищи. Собственно, сапер. Его нужно обязательно убить. Причем в первую очередь. А только потом всех остальных. Потому что сапер защищает остальных этих своих гнолов стражей от урона. У них очень сильная броня становится. Которую вы, скорее всего, не сможете пробить. Как вы видите, опять сапер проснулся. Давайте его убьем. Это дезориентация. Это очень плохо, потому что дезориентация работает на всех. Как я и говорил, надо эту куличку менять, потому что это откровенный трындец. Потому что, как вы видите, у нас призрак с ума сходит. Никакое место себя найти не может из-за этой дезориентации. Мы, собственно, нашли диаманта. Ну, как, собственно, с боссом-кристаллом. Рекомендую сначала почистить его. Хотя бы чуть-чуть. Только потом уже не двигаться с ним дальше. Собственно, страж. Убрали его. Плюс один. У нас персонаж опять проголодался. Но мы знаем, что у наших персонажей глисты. Поэтому для нас это нормальное явление. Мы, собственно, нашли 40 золота. Которые нам не нужны были по квесту. Дополнительного золота, как я вижу, тут нет. То есть вы излишек найти не сможете. По крайней мере, сильно большой. Ой, капец. Вот это яд, ядовитый газ. Наверное, одно из самых мерзких. То, что могла куришься кинуть, не считая паралича и огня. Ломаем вокруг него камни для того, чтобы... Как вы видите, он по одному камню ломает, в отличие от кристаллов. Кристаллы, в свою очередь, ломаются толпой. Либо недоработка какая-то. Опять же, видите, он кастанул яд, и мы вынуждены отступать. Потому что против яда мы не работаем. Против яда защита есть, но она в виде зелья в основном. Ну, либо просто не попадать под зону действия яда. Начинаем бить геоманта. Геомант, пробуждаетесь. Удостоверитесь, что вы готовы. На самом деле, нам газ этот очень сильно мешает. Из-за него мы не можем подойти к геоманту. Ну, принцип, как и с ДМом. Ваша задача просто не попадать под красные квадратики. Опять же, видите, но этот газ настолько бесполезен. Я просто не понимаю, честно. Вообще, нахрена добавили? Я понимаю, что разнообразие, ну, пипец какой-то. Видите, он бесполезен просто. Вот, убил призрака. Причем этот геомант убил призрака. Обратите внимание, у него опять здоровье нарисовалось. Дополнительный, так называемый, щит. Непонятно, от чего этот щит сработает. Очень тяжело драться, когда ты, скажем так, не готов к геоманту. Постоянно нужно от него уворачиваться, уклоняться. Обратите внимание, сколько у него щита. Если я правильно понял, его здоровье конечное трансформируется в щит. То есть, у него 25 щита, и, соответственно, он всегда 25 щита будет иметь. И нам нужно просто сбить его щит. Видите, как только кирка, только. Мы убили геоманта, получили 20 опыта, но мы находимся в головокружении, поэтому мы отсюда просто не свалим. Тут еще и гнол страшно рисовался, но это просто капец. На самом деле, мы могли бы поспать, но у нас, наверное, сна нет, да? Нет, сон у нас есть. Ну, опять же, видите, мы находимся в головокружении. Из-за этого головокружения мы к нему вплотную, по сути говоря, не можем подползти из-за головокружения. Если у вас будет возможность не брать курильщицу, не берите ее, потому что вот эта вот хаотичная курильщица, это просто любое хаотичное оружие, оно бесполезно, потому что вы никогда не будете знать, что оно вам приготовит в следующий момент. Поэтому я рекомендую без курильщицы играть. Мы убили геоманта, поэтому всем большое спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok